Друзья, всем привет! Сегодня мы в Щелково, наш строительный объект. И мы, я напомню, строим двухэтажный дом с живой планировкой по индивидуальному проекту. Практически у нас историческое событие сейчас происходит. До этого дома с живой планировкой строились в рамках серийных, скажем так, типовых проектов, таких как Сумароково, Загорянка, Савина. Ну вот мы набрали сил и в проектировании, и в строительстве таких домов, и замахнулись уже на индивидуальные проекты. В принципе, все происходит правильно у нас и эволюционно, я бы сказал, в компании Lifehouse. Сначала на простых и однотипных решениях мы оттачиваем подход с меняемости планировок, и потом уже переходим на более сложные задачи. А сегодня у нас в Щелково ответственный день. Заливаем плиту фундамента толщиной 300 мм, плиту с несколькими зонами усиления. Напомню, что здесь у нас слабый грунт, рядом река. И мы даже два раза, друзья, заказывали конструкторские расчеты в разных организациях по расчету нагрузок и достаточности армирования. В итоге каждый конструктор дал свои рекомендации по усилению. И в итоге мы видим, так сказать, зональное усиление армокаркаса. Вот здесь вот, в центральной зоне и в крайней зоне. И также усиление в виде балки по контуру несущих стен. Здесь вот тоже по центру. То есть объединили рекомендации конструкторов и сделали двойное усиление. До этого, друзья, мы, конечно же, на подготовленное песчаное основание вложили утеплитель пеноплекс. Он виден на поверхности, по всей площади плиты. Пеноплекс фундамент, чтобы исключить явление морозного пучения грунта. Зимой и весной это в основном происходит. Пучение грунта, замораживание и оттаивание. Именно зимой и весной. Также, как видно, мы связали армокаркас. Об этом я уже рассказывал. Две сетки арматуры. Ячейка 200х200. 12 мм шрифленая арматура. И на этом объекте мы, друзья, впервые в своей истории, в своей работе попробовали аккумуляторный инструмент-пистолет для вязки арматуры. Вот он. Попросил ребят оставить здесь его. Легко и быстро вяжет узлы. И помогает делать работу более быстрой и эффективной. Из проделанных работ также на этом объекте забили сземление глубиной 9 метров. Нержавеющая сталь 16 мм. И, кстати, что удивительно, сопротивление меньше 10 Ом прибор показал уже после 4 метров забития стержня. Это очень маленькая глубина, но уже на такой глубине здесь показалось сопротивление меньше 10 Ом. Но так как, друзья, у нас был комплект из уже 6 стержней глубиной 9 метров, мы загнали на всю глубину полностью весь стержень. И в конце концов прибор показал что-то порядка 5 Ом сопротивления всего. Это очень хороший низкий показатель. Чем меньше сопротивление с заземлением, тем лучше. И вот теперь стержень с заземлением у нас будет торчать прямо в котельной, около стены. И здесь на этот стержень мы также будем устанавливать трубу, такой колпак из канализационной трубы, кусок трубы, для защиты, скажем, этого стержня. Ну и еще для того, чтобы обезопасить попадание влаги на этот стержень. То есть уже при отделке он будет изолирован трубой с герметичной крышкой. Будет сделан в этой крышке гермовод специальный, сальник, чтобы никакая влага из котельной не попадала через кабель заземления на сам штырь, на сам стержень заземления. Почему же здесь заземление, друзья, оказалось таким низким и таким хорошим? Все просто. Большое содержание влаги в грунте. У нас здесь рядом река, и поэтому влаги здесь предостаточно. Что мы еще видим на нашем фундаменте? Видим один из выходов канализации в разных зонах. Конечно же, я надеюсь, вы догадались, что половина из них это для текущей планировки, только половина. И вот, по сути, только вот эта зона, которая рядом с нами. То есть это зона котельной и там еще кухня. А вот в дальней зоне выхода это как раз зоны уже альтернативных планировок. Альтернативная кухня и санузлы. Еще одна интересная вещь по коммуникациям. На этом доме мы поставили рекорд по количеству гильз, выводов под электричество в разные стороны участка. И здесь, внимание, друзья, 17 гильз в этом доме и в этом фундаменте. И только одна из них большая, это ввод силового кабеля в дом. Остальные 16 на различные потребители по участку. И все они у нас подписаны, у всех свои номера есть. И если кому интересно, а кому-то точно будет интересно, я перечислю, что куда идет. Первое, это ввод силового кабеля в дом, о чем я уже сказал. Второе, это ворота. Третье, сюда же интернет кабель. Четвертое, септик. Пятое, домофон. Шестое, дренаж. Седьмое, освещение на въездной зоне. Восьмое, бытовка. Девятое, гараж. Десятое, освещение с правой стороны участка. Одиннадцатое, внешние розетки на террасе справа. Двенадцатое, освещение сзади участка. Тринадцатое, внешние розетки на террасе сзади. Четынадцатое, баня. Пятнадцатое, внешние розетки на дальнем левом углу дома и участка. Шестнадцатое, освещение слева от дома в этой зоне. И 17-е скважинный насос, вот туда в угол тоже. Итак, сегодня, друзья, мы заливаем сюда 37 кубов бетона. Обязательно будем заполнять кубики для испытаний в лаборатории. И все готово для этих работ. И мы начинаем. Это не напрасно, что в жизни нашей будет все легко. Сделай уверенный шаг, не стой на месте, будь ближе к мечте. Эта жизнь не знала, под звуки петь и шагай к цели. Позволь себе, друг мой, иди вперед со своей мечтой. Ты в двери в новый мир открой. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни Рисмайла, жена в наш стиле лайфстайл. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни Рисмайла, жена в наш стиле лайфстайл. Пусть у вас будет добрая привычка, открывая сердце двери новым друзьям. Как весной с юга прилетают птички, создают гнезда для уютного жилья. Иди вперед со своей мечтой, ты в двери в новый мир открой. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни Рисмайла, жена в наш стиле лайфстайл. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни Рисмайла, жена в наш стиле лайфстайл. Рисмайла, жена в наш стиле лайфстайл. Продолжение следует...